Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы можете слышать, по моему голосу я расклеилась окончательно. Я достаточно сильно простыла, поэтому сегодня буду стараться быстро вам рассказать о главных событиях на 24-й неделе моей беременности, и всё, отправлюсь отдыхать. У нас с Рэмом в обоих продуло, мы как-то в жаркие дни отправились с ним на спорт, и там было очень жарко, то есть это спорт для малышей, естественно там нет кондиционера, и там было очень жарко, конечно же мы прям мокрые вышли из спортзала, и естественно сразу попали под кондиционеры, и там в кафе, и в машине, ну и в общем с этого момента начались наши развлечения с горлом, с соплями и так далее. Благо Рэм он как-то быстренько восстановился, а я вот по горке вниз и покатилась, и поэтому с каждым днём как-то становится всё сложнее и сложнее. И я в таком состоянии, на самом деле, пребываю уже не первую неделю, но имеется в виду в таком не самом, наверное, позитивном. Но очень надеюсь, что те подруги, которые следят за моим каналом и со мной вместе уже давно, вы меня поймёте, не будете ожидать от меня каждый видеоролик большого-большого позитива, потому что всё-таки мы мамы, да и в принципе люди, особенно мамы и беременные женщины, но мы не роботы, и спектр эмоций, спектр каких-то настроений в нашей жизни, он достаточно широкий и большой, и поэтому бывают хорошие дни, бывают дни посложнее, и вот у меня наступила пора таких достаточно сложных дней. И в эту пору, на самом деле, я вот всё больше и больше задумываюсь о том, что я как-то не ощущаю абсолютно связи со своим малышом. То есть физически я его всё больше и больше ощущаю. Кстати, на этой неделе, уже приложив руку, даже Арс почувствовал его шевеление, это очень здорово. Но если говорить про какую-то связь с ребёнком, про то, что беременная мама с ним разговаривает и как-то вот ощущает в принципе реальность ситуации, для меня этого нет. Единственное, что для меня свидетельствует о том, что вот ситуация, она уже всё более-более близится к родам и к появлению второго малыша, это всё-таки, наверное, во-первых, сложности со своим здоровьем, которые дают о себе знать вот каждый день. Не хочу сказать всё больше и больше, но в целом эта беременность мне даётся не так просто. Второе, это растущий мой старший ребёнок, который просто как ела, которая как торпеда, который носится, бегает, не слушая, то есть ему два года. И он прям вот, я уже в прошлый раз рассказывала, что ему всё интересно. И даже когда с нами папа на прогулках, он прям изматывается жутко, потому что будет, что произошло с ребёнком. Когда мы с ним вдвоём, он нормальный, он послушный, он за ручку держится. А тут он просто вот оторван. Ну, то есть ты можешь орать и не орать, можешь там говорить, что хочешь, можешь его звать, привлекать. Он не слушает. Он с улыбкой вот просто дёру даёт и убегает. И, в общем, мы когда выходим с ним на прогулки, то в целом я выгляжу, наверное, как действительно сумасшедшая мамаша с большим животом, орущая на старшего ребёнка, который вот просто... Ах, ну, на самом деле, как сказать, не так-то важно мне, как я выгляжу со стороны. Насколько мне важно то, насколько вот позитивно или негативно мы себя ощущаем внутри нашей семьи, внутри своей какой-то вот этой коммуникации и каких-то своих взаимоотношений. Поскольку, во-первых, удержать старшего двухлетнего ребёнка важно с точки зрения безопасности, потому что на улице машины, собаки и прочие обстоятельства, которые могут ему навредить. И я, как мама, должна вот прям максимально его держать. В связи с беременностью, конечно, нет возможности вот прям физически активно за ним бегать и вот реагировать без восклицаний и вот такого вот, может быть, порой и крика. И, следовательно, как-то, конечно, это настроение портит, потому что, ну, кто чувствует себя хорошо после того, как он там хорошенько покричал? Ну, с точки зрения, может быть, высвобождения негативной энергии, да, но это не тот случай. Здесь, конечно, это вот как-то большое напряжение, большое раздражение и большой стресс. И вот эта ситуация, когда вот ребёнок растёт, и вроде бы я, ну, как бы, должна радоваться потому, что он развивается, что мы идём вперёд, что вот это, ну, наше действительно последнее лето, когда мы с ним вдвоём, что мы можем как-то вот общаться, я могу вот действительно наслаждаться теми моментами его развития, которые есть, ровно так же, как беременностью. Но этого не происходит, потому что это всё повергает меня в какой-то глубочайший стресс, и мне действительно с этим совсем тяжело. И вот эта как раз-таки неделя, она как-то вот, не знаю, под знаменем вот такого стресса, она у меня протекает. И вот это второй момент, который, как бы, да, говорит мне о том, что я беременна, но опять же не даёт мне вот этого позитива, не даёт мне вот этой энергии второго триместра или какого-то там, не знаю, наслаждения вот именно этими днями, этой беременностью, тем, что мы пока с ребёнком вдвоём, скоро появится второй, и там вот совсем другая история. Короче, суть в том, что наслаждения у меня пока вот нет, его очень мало, связи с малышом так же как-то я не наблюдаю, и есть вот только стресс от того, что вот здоровье, растущий ребёнок, который требует всё больше и больше внимания, и моей реакции, в том числе спокойной реакции, а не оры и крик постоянно, и последнее, это организация вот всего процесса, потому что практически там через месяц мы уже уезжаем в Ригу, кто не знает, мы с Рэмом вдвоём поедем в Ригу, там мы останемся всё лето до родов в конце сентября, на время родов, я надеюсь, Арсен к нам приедет, на следующей неделе он подаёт документы на визу Шенгена, я сама гражданка Латвии, поэтому у нас с Рэмом с этим проблем нет. В связи с пандемией есть ограничения, но так как Арсу супруг гражданина Евросоюза, то он как бы эту визу Шенген, я надеюсь, получит. Но это на следующей неделе мы уже узнаем, расскажу. Так вот, и вот эти организационные все вопросы, они тоже такие, знаете, с одной стороны, приятные, потому что это всё, что нужно купить для малыша, всё, что нужно подготовить. Мы уже купили вторую машину, то есть с транспортом тоже проблем нет, и мы будем мобильны в Риге с малышом всё лето. Но опять же, вот эти организационные вопросы там, что нужно по ремонту сделать в Риге, как мы это всё повезём, как мы будем там границы пересекать, это 12 часов пути, я уже буду, вот мы поедем 25 июня, я уже буду, что там, близко к 30 неделе, да. И в целом, ну, вот все эти вопросы, как мы доедем, сможем ли мы доехать с Санкт-Петербурга до границы России, по-моему, Эстония и Латвия, там тоже есть, там 2 пункта, ну, в общем, там нужно выбрать, какой пункт. Так, чтобы у нас большая часть пути, там, по-моему, 7 часов были в России. Если в России, то это означает, что Арсенас довезёт до границы, и там останется только всего там 3, наверное, часа доехать до Риги, и всякая, я вот одна с животом, с ребёнком, загруженной машиной, ну, как-то справлюсь, доехать вот в этот промежуток времени, даже если Рэм будет там орать уже уставший и так далее, и так далее. Короче, все эти моменты, они, ну, не добавляют, в общем, расслабления, не добавляют какого-то наслаждения, и пока я очень надеюсь, что, когда мы доберёмся до Риги, уже приедем, уже обоснуемся, уже всё, будем в своём саду, как говорится, мне станет легче, я уже смогу как-то концентрироваться всё-таки на позитиве беременности, на позитиве того, что вот, да, активный малыш есть, но всё-таки хотелось бы насладиться тем, что это вот, правда, последние месяцы нашего с ним вот такого пребывания исключительно вдвоём. Что касается здоровья, я не предполагаю, что станет легче, потому что всё-таки, если вы смотрели также предыдущий мой отчёт, значит, ситуация с отёками ног, она сама по себе не улучшается. Мы уже выяснили после визита к врачу, что это не гистос, здесь не нужен там, я не знаю, какой-то особый, особая какая-то терапия или ещё что-то. То есть это исключительно вопрос моей левой стопы и того, что у меня растёт живот, органы все сдвигаются, кости таза, они также смещаются, и большая нагрузка, она приходится на мою левую стопу. Именно поэтому эта нога отекает, болит, и нужно с ней, как сказать, бороться только с точки зрения симптомов. Поэтому мне помогает трикотаж. Кто спрашивал, где я покупала свои компрессионные гольфы, покупали мы их в магазине клиники или компании, не знаю, как назвать, Меди. То есть они специализируются на компрессионном белье, также есть бандажи и прочее. В общем, эти гольфы мы купили именно там. Так как Арс, мой муж, хирург, доктор, по первой своей специальности он пластический хирург, по второй он сердечно-сосудистый хирург и флеболог, то он как бы очень бдит и следит за этой ситуацией, чтобы у меня не было проблем с точки зрения как раз-таки вен, сосудов и так далее. То есть здесь мы держим руку на пульсе на 100%. После визита доктора, что она ещё мне сказала? Значит, первое, что доктор отметила, что у меня набор веса большой. То есть если сравнить первые 20, там, одну неделю, за которой я набрала 2 килограмма, то за последние 2 недели я набрала ещё 2 килограмма. То есть в общей сложности плюс 4 за 23 недели беременности. Ну, как-то будем наблюдать. Очень я надеюсь, что это просто отёки и растущий мой живот. Доктор ещё отметила, что живот очень большой. Мы уже также в предыдущих роликах об этом говорили. И он действительно у меня большой. Как она сказала, он опережает развитие и рост как минимум на 2 недели. Поэтому уже сейчас она посоветовала подумать по поводу бандажа. Такой добротный вот, что ни на есть, беременный бандаж у меня есть в Ринге. До него я доберусь буквально через месяц. Поэтому вот такой вот прям бандаж-бандаж я покупать не хочу. Я посмотрю, какие есть такие более облегчённые, лёгкие варианты. Потому что всё-таки живот, он хоть и большой, но недостаточно, наверное, большой, чтобы вот прям покупать ещё один бандаж, который я отношу до окончания беременности. Да и в целом, по прошлой беременности я помню, что мне он частенько мешал на самом деле. Хоть мне было тяжело, больно, там невозможно ходить. И вот связки они давали о себе знать и так далее, и так далее, и так далее. Всё равно частенько я его снимала, потому что он вот прям мешал мне ещё больше. Возможно, я найду какие-то более лёгкие, знаете, здесь такие хлопковые бандажи, которые, да, есть с резинкой, с животом, но они не такие плотные, как вот прям беременный бандаж. Также есть бандажи-трусы со вставкой специальной. Короче, я бы ищу что-то, что можно купить, не такое радикальное. И всё-таки доберусь, наверное, до своего вот такого беременного бандажа до Риги. И там уже, если будет необходимость, я его буду носить. То, что найду здесь, в Санкт-Петербурге, обязательно вам покажу в следующих выпусках, и вам ещё об этом расскажу. То мы, конечно же, обратили внимание на мои кости, мы обратили внимание на мои отёки. Доктор прописал мне два препарата, которые поможет, первый, вводить воду, второй поможет мне немного справиться с болью в тазовой кости, и, в принципе, со всеми моими суставами, и как-то чувствовать себя получше. Симфизита, как доктор моя сказала, у меня нет, и пока рисков расхождения костей у меня также нет. С этим всё в порядке. И, очевидно, просто вот эта особенность моего организма и также связки после первой беременности, они не восстановились ещё, это как время прошло не так-то много, всё-таки они слабее, поэтому этот живот, он ощущается и внешне, и с точки зрения болевых ощущений намного больше, чем в первый раз. Ровно так же, как и всё остальное, болит намного раньше, значительно сильнее, чем в прошлый раз. Но с точки зрения беременности, прерывания беременности, здоровья малыша, здоровья моего анализов и так далее, и так далее, всё у нас в порядке. То есть абсолютно нет никаких волнений, шайка матки закрыта, малыш себя чувствует хорошо. Сейчас он порядка 500 грамм, и в целом развивается отлично по своим срокам, прям так, как нужно. Опять же, для меня это, конечно же, вот как для женщины, как для человека, наверное, сложно, потому что мне ещё и морально нужно себя принять вот такую вот прям не меняющуюся. Когда твой организм тебя подводит, когда ты выглядишь не так, как обычно, задумываешься, а какие последствия беременности оставят уже потом. Потому что всё-таки, ну, я, наверное, из тех женщин, которые, ну, не выходят из беременности, а и просто так, ну, вот как бы там годик прошёл, и всё, классно. Всё-таки я замечаю, что и на моей фигуре, и на моём здоровье это оставляет свой отпечаток. И, конечно, многие скажут, да ладно тебе, ты в этом, как бы, положении ещё должна думать. О внешности, ну, камон, всё же понимают. Не парься, не нервничай, просто вот как бы отдыхай больше и наслаждайся. Я всё это понимаю. Конечно же, результат этого всего положения ребёнок – это самое важное. Но, но, всё-таки тело-то моё, я человек, я женщина. И нельзя забывать о том, что всё-таки есть ещё и какое-то моё психологическое состояние, моё восприятие себя и того, как я буду восстанавливаться после родов. И поэтому я всё-таки, ну, не чувствую себя в своей тарелке. Мне тяжеловато морально себя принять. Мне тяжеловато как-то осознать то, насколько меня это поменяет, вернусь ли я вообще в какую-либо форму, которой я буду довольна из точки зрения здоровья, из точки зрения внешности. Ну, в общем, мне это всё важно. Я, ну, действительно не из тех женщин, которые на это вот как-то так закрывают глаза. И, ай, самое важное – родила, и остальное не важно. Нет, для меня важно и то, и другое. И поэтому я вот как-то и с моральной, и вот эмоциональной точки зрения, конечно, сейчас пока ещё пытаюсь найти своё место, пытаюсь принять себя и, в общем, как-то увидеть позитивную ситуацию в будущем уже после рождения мыша. Да, и также риска гистозы у меня тоже нет. Анализы, как я уже сказала, все отличные, и всё окей. На следующей неделе у нас 24 ровно, и мы уже запланировали на 7, по-моему, июня тест на глюкозу. От этого теста, конечно же, можно отказаться. Я всё-таки решила, что окей, сделаю этот тест, и хочется всё-таки на 100%, по крайней мере сейчас, исключить возможность и диабета беременных, и вообще проверить, что происходит с моим сахаром. Поэтому на следующей неделе предстоит важный, но не столь приятный тест на сахар. Кстати, вспоминая предыдущий, ну, он прошёл как-то легче, чем я ожидала. Не так-то противно мне было пить эти 8 лошек сахара. В общем, всё было окей. В этот раз я тоже надеюсь, что всё-таки, хотя бы в этом моменте, у меня всё будет спокойно, гладко, и я этот тест сдам, ну, прямо на ура. На следующей неделе буду вам об этом рассказывать. На сегодня это всё из моего отчёта для вас. Пишите в комментариях, особенно беременные мои подруги или мамочки, которые вы только, может быть, родили или давно родили. Неважно, кто помнит своё состояние, особенно если беременность давалась вам не так легко. Напишите мне, как вы справлялись и физически, и морально, со всеми недугами, со всеми сложностями. И вот особенно мне интересно, как вы справлялись с вашими физическими, внешними изменениями и, конечно же, также изменениями вашего здоровья, вашего тела после родов. Вот как с ними вы справлялись, как принимали себя, и как, ну, не знаю, как находили свет в конце этого долгого-долгого тоннеля. Я на сегодня пойду отдыхать, пойду лечить свою горло, свой нос. В этом тоже пожелайте мне, пожалуйста, здоровья, удачи. А мы с вами увидимся в следующем моём видеоролике, и, надеюсь, уже с более позитивным настроением, и будем говорить, не знаю, о чём-то очень даже хорошем. И вот эти все недуги, и простуды, и прочие какие-то негативные моменты беременности, они немного как-то от нас отступятся, и мы действительно сможем с вами поговорить о чём-то хорошем и позитивном. На этом сегодня с вами прощаюсь, желаю доброго дня, здоровья, и увидимся с вами в следующем видеоролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»